Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем отвечать на интересующие вас вопросы, которые вы оставляете под видео. Я очень благодарен вам за это. Мне нравится размышлять над этими вопросами, искать на них ответы, делиться с вами своим опытом, как священника и как человека. Первый вопрос сегодня будет звучать так. Не общаться с роднёй – это грех. Общение, как таковое, является очень важным качеством жизни христианина. Ведь мы, христиане, не одинокие люди сами по себе. Все мы вместе составляем полноту церкви. Поэтому взаимное общение, взаимоуважительное, взаимообогащающее нас духовно – это важная часть христианской жизни. Поэтому христианину важно не пренебрегать общением со своими близкими. Другое дело, что духовное родство часто не совпадает с родством по крови. И часто бывает так, что наш родственник по крови, двоюродный брат или сестра, родной брат или сестра, тётя или дядя, по сути дела, оказываются по духу совершенно иными людьми. И наше общение, можно сказать, не складывается. Но даже в этом случае мы не должны терять уважительного отношения к нашим близким. Ведь настоящий христианин, он с уважением и готовностью помочь относится не только к своим родственникам, но и ко всякому человеку, который оказался рядом с ним. Пусть даже он будет ему и незнаком. Поэтому, отвечая на вопрос об общении с роднёй, то можно сказать, что навязывать своё общение, конечно, не следует. Это было бы неуместно и странно. А вот быть готовым откликнуться на просьбу наших родственников, выслушать их, разделить их радость или их печаль, поддержать их добрым словом или советом, это, конечно, важная обязанность христианина, которой он не должен избегать. Службы в храме имеют разную продолжительность. Бывают краткие богослужения, а бывают и довольно продолжительные. Особенно это относится к такому времени церковного года, как Великий Пост. Это период перед Пасхой, во время которого продолжительность богослужений может достигать трёх или четырёх часов. И часто людям кажется, что присесть в храме как-то неправильно и недостойно. Но на самом деле сама структура богослужения предусматривает моменты, когда молящиеся в храме имеют право присесть, чтобы отдохнуть. Так, во время чтения Псалтири, этот момент называется греческим словом «кофизма», что в переводе с греческого языка означает «сидеть». Поэтому сами моменты богослужения, они предполагают, что человек может присесть и отдохнуть. Другое дело, что нужно понимать и знать, в какие моменты можно присесть, а в какие лучше благоговейно постоять. А чтобы это понимать, очень важно, хотя бы на базовом уровне, разбираться в структуре православного богослужения. Слава Богу, в наше время сделать это не так уж и сложно. В интернете, на авторитетных православных сайтах и образовательных церковных порталах есть много информации по этому поводу, которая находится в открытом доступе. В чем залог семейного счастья? Очень важный вопрос для каждого семейного человека. И отвечая на этот вопрос, давайте вспомним, а как называют семейных людей. Их называют супругами. А часто ли мы задумывались, а что вообще значит слово супруг? Как ни странно, это древнеславянское слово, которое синонимично слову упряжка. Супруг – это значит тот, кто идет вместе в одной упряжке. Казалось бы, очень странное сравнение, но если мы вдумаемся в глубину семейной жизни, то мы поймем, что супруги – это не те, кто друг другу противостоит или противоборствует, или что-то друг другу доказывает и в чем-то пытается победить. Супруги – это те, кто вместе делают одно дело. Вместе идут по пути семейной жизни. Вместе растят детей. Вместе решают семейные проблемы и встречают семейные радости. Поэтому залог семейного счастья, наверное, в том, чтобы действительно быть вместе. И не просто быть вместе, а вместе смотреть в одну сторону. А в какую сторону смотрят христианские семьи? Конечно же, в сторону Христа. Поэтому дай Бог, чтобы в настоящей христианской семье люди не противоборствовали друг другу, а вместе смотрели в сторону Христа. А друг по отношению к другу проявляли уважение, сострадание, взаимную поддержку. Ведь только так можно вместе идти по порой очень непростому семейному пути. Все ли грехи прощает Бог? Грехи действительно бывают очень разные. Но всякий грех оставляет рану на душе человека. И часто человек считает, что какой-то серьезный грех, как-то убийство, прелюбодеяние, воровство, может быть, Господь, наверное, не прощает. И тут очень важно отметить некоторые моменты. Во-первых, Бог прощает всякий грех, в котором человек искренне кается. Другое дело, что же такое покаяние? Покаяние – это не просто осознание того, что я что-то сделал неправильно, но это искреннее желание постараться исправить то, что я сделал неправильно, и никогда больше не впадать в этот грех. Поэтому истинное покаяние, оно всегда ведет к улучшению, всегда ведет к исправлению человека, его поступков и его жизни в целом. И если Бог видит, что человек искренне кается, искренне хочет исправить жизнь к лучшему, то, конечно, какой бы грех ни был, Бог прощает. Но здесь нужно помнить и другой момент, что часто человек думает, что если грех небольшой, то в этом нет ничего страшного. Вместе с тем, духовная практика показывает, что множество накопившихся маленьких грехов порой бывают не легче, чем один большой. И в этом плане христианин не только старается не делать каких-то серьезных проступков в своей жизни, но и следить за чистотой своего слова, как он себя ведет, вот что он говорит, какие шутки он говорит, или какими словами выражает свою мысль. Потому что, в конце концов, все это тоже влияет на его внутренний духовный мир и на мир тех людей, которые его окружают. Можно ли некрещенному молиться Богу? Бог вездесущ, так о нем говорит само священное писание и церковное вероучение. Поэтому Бог слышит каждого человека. А в другом месте Библии мы находим такую интересную мысль. Бог посылает дождь на праведных и неправедных, и солнцу позволяет восходить над добрыми и злыми. Что значит эта аналогия? А то, что Бог одинаково относится к каждому человеку. Все мы дети Божии, но есть дети, любящие своего небесного Отца, а есть непослушные дети. Так вот, неверующий человек – это чадо Божие, которое еще не обрело своего небесного Отца. И поэтому, если неверующий человек вдруг обратится к Богу, конечно, Бог услышит такую молитву. Главное, чтобы эта молитва была искренней. Ну а само таинство крещения – это уже следующий этап, когда человек уверовал в Бога и принял Христа как своего Спасителя. Поэтому неверующий человек, конечно, искренне может обращаться в молитве к своему небесному Отцу. Дорогие братья и сестры, давайте продолжать вместе размышлять над духовной жизнью, над тем, как же нам совершенствовать себя, не только на житейском пути, но и на духовной высоте. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях под этим, предыдущими и последующими видео, а мы будем стараться на них ответить. И пусть Господь благословит и просветит ум и сердце каждого из нас.